Сегодня в Астрахани начал работу первый международный форум-фестиваль гастрономической дороги Великого Шелкового Пути. Его участники обсуждают развитие гастрономического туризма в странах Шелкового Пути. Форум в первые часы работы посетил губернатор Александр Жилкин. Его даже пригласили работать в Индонезию. На бизнес-завтрак главе региона представили новый фастфуд. Он называется «Разбалуй». Его будут готовить исключительно из астраханских продуктов – мяса, овощей и молока. До завтрака гости посетили выставку в центре города на улице Кирова. Она раскрыла возможности рестораторов. Среди участников были и представители туристического бизнеса, а также международные участники гастрономического форума. Сейчас наша съемочная группа готова к включению еще с одной локации фестиваля. Моя коллега Виктория Фортуна сейчас на связи со студией. Вика, добрый день. Что в меню, а точнее в программе фестиваля к обеду? Добрый день, коллеги. Мы сейчас находимся в торговом центре. Здесь пока ни одного повара, к сожалению, нет. Стоят только пустые столы в ожидании мастеров. Повары пока в пути. Но что могу сказать? Ни блюда, ни ингредиенты неизвестны. Что будет готовиться на этой кухне, также остаются под завесой тайны. Единственное, что мне удалось узнать, это то, что блюда будут всем нам привычны. Но их отличать будут определенные национальные специи, которые и придадут им определенные остроты. Соревноваться в состязании будут три повара иностранных и два российских. Три повара из Греции, Армении и Ирана. И два российских повара будут соревноваться на протяжении полутора часов. Главными судьями выступят сами зрители, которые придут сюда на площадку посмотреть. Все будут готовиться на открытой площадке. То есть можно будет увидеть буквально все от нарезания той же самой капусты до уже конечного вида. И, конечно же, все это можно будет отведать и вынести финальную оценку. Кулинарный поединок пройдет в рамках открытия гастрономического форума фестиваля, который послужит вторым этапом. Следующий этап будет в музейно-выставочном комплексе Цейгаус. Там пройдет выставка и презентация именно поваров и их программы на ближайшие несколько дней. Что ж, пока нам остается только ожидать поваров. И тогда у них лично уведомо, чем же они собираются удивлять наших астраханцев. Александр. Спасибо, Вика. О развитии событий первого дня форума рассказывает корреспондент Центра новостей Виктория Фортуна.